Руль – это чисто мужское. Дорога – это моя жизнь. Плата должна быть дороже. Стекло мне лобовое разбивали. Садится ко мне пассажир, и у меня глаза на лоб вылезли. О них мало что известно, но они вызывают интерес. Мы находим людей редких профессий и увлечений и узнаем от них то, что вы никогда не спросите. Ну, во-первых, это нетрадиционно. А во-вторых, все-таки для этого нужен особый склад характера, я так думаю. Такси – это такой образ жизни. Это дорога, это руль, это желание передвигаться по городу в любую погоду. Изначально это мужская профессия. Они даже не задумываются, почему они здесь оказываются. Руль – это чисто мужское. Мне кажется, ребята уже рождаются с рулем в руках. А для женщины это приходит, я не знаю, с особыми обстоятельствами. Если честно, я до 45 лет вообще думала, что мне нельзя пускать за руль. Что я паникерша, что вот это не мое. Я никогда не хотела иметь машину. Если бы меня старшая дочь не уговорила сдавать с ней на права за компанию, я бы никогда в жизни не узнала бы, что это мне нравится, что я вообще не паникерша, что я за рулем отдыхаю, и дорога – это моя жизнь. И таким образом я получила вторую и первую профессию, что называется. То есть где-то в 48 лет я прям первый раз пришла в такси, поработала немножко. Ну, подумала, как-то странно, женщина в такси вообще ушла. Но меня просто тянуло. Я спала и видела вернуться в такси. Вы не представляете, такси – это, я говорю, образ жизни, он затягивает. Если это твое, ты приходишь и остаешься навсегда. Знаю очень много людей, которые искали другую работу, уходили, злились, просто вот «нет, ни за что никогда!» и возвращались. Когда люди работают в празднике, они же все требуют увеличения зарплаты. Так что здесь все логично. Люди отрываются от семьи, едут, работают, соответственно, оплата должна быть дороже. Ну, куда деваться-то? У нас сейчас 90% населения все за рулем. И бросают этот руль, слава богу, сейчас бросают руль, когда выпивают. Соответственно, это наш контингент. Нет с ними проблем? Ну, бывают. Бывают. Пьяные тоже разные люди бывают. Бывает, что не возьму. Когда совсем неадекватные. А вот так, пьяные, пьяные. А бывает, что как-то там порча имущества, так сказать, пьяными? Было и такое. Было и такое. И стекло мне лобовое разбивали. И пытались пинать. И агрессивно были настроены, когда я отказываюсь брать пятерых. Там или более. Я просто человек очень законопослушный. Я не могу нарушать МПДД и законы всякие. Поэтому отказываю в таких случаях. Не все понимают. Очень. Даже пользуясь случаем, могу сказать, что у нас существует Самарский клуб такси уже много лет. Мы общаемся очень близко. Было дело на рации, общались. Сейчас больше в телеграм-канале. И хочу сказать, мальчики, девочки, я вас всех очень люблю, ценю и уважаю. Благодаря этим ребятам очень часто приходит помощь. Поэтому это неоценимо. Могу сказать, что и коллегам, и конкурентам всем передаю привет и желаю большого счастья. Помогаете вы так коллегам на дороге? Конечно. Могу остановиться, если кто-то стоит на аварийке, спросить, нужна ли помощь. Иногда было так, что не можешь остановиться, но передаешь ребятам. Там бывало, что подъезжали, помогали. Во время пандемии особо проявлялись такие разные категории пассажиров. От маниакальных каких-то бзиков до юмористических. Сейчас вспоминаю, сразу опять смеяться хочется. Уже тепло, но еще не лето. Садится ко мне пассажир, у меня глаза на лоб вылезли. Он в подводной маске с трубкой для дыхания. Я такая говорю, не понял вы откуда. Он говорит, я когда звонил в диспетчерскую, мне сказали, что обязательно поездка в маске. И я зашел, купил. Смеяли всю дорогу. А другой пассажир во время пандемии наоборот. Поездка была какая-то длинная, от площади Революции до площади Кирова. Первую половину дороги он мне доказывал, что пандемию выдумали, ее нет. А вторую половину дороги он мне доказывал, что нашу планету захватили динозавры. И, значит, специально придумали этот вирус, чтобы уничтожить человеческое население. Редактор субтитров А.Семкин